Тренер в спорте, как второй родитель. Его ценят, уважают, к нему прислушиваются и где-то даже боятся. Ведь он и поругает, и похвалит, и поддержит в трудную минуту. Таким видят Ваграма Аванесович и его воспитанники, учащиеся учебно-спортивного учреждения с Дюшор номер один города Бреста имени Власова. Полностью повлиял, научил меня всему. Научил много приемов, хорошей техники, научил дисциплине хорошей. Поддержка тренера на соревнованиях, подходить к нему, спрашивать, он поможет всегда. Тренер, можно сказать, за 4 года стал как вторым папой, и добрый, всегда поможет. Ученики разные бывают, и к каждому нужен какой-то подход определенный, то есть все они разные. И поэтому у каждого тренера есть определенный, ну и душу вкладываешь, если ты не будешь вкладывать душу, если ты не будешь с ними разговаривать и, скажем, не ходить в кино. И даже иногда их, ну, в лагерях бывает, что мы их там специально готовим, да, то есть как бы ночные тренировки устраиваем. Ну, это для того, чтобы, ну, чтобы у них был характер. Интерес к борьбе у Ваграма был с самого детства. Может, корни сыграли роль, а может, драки с ребятами во дворе. Но вместе с братом он пошел в детскую спортивную школу в Сочи, после окончания которой четко определился с карьерой и поступил в Белорусский государственный институт физической культуры в городе Минск. Ни одного Грама я не шалею, что я завал свою жизнь. То есть я всегда хотел быть тренером. Почему? Потому что смотрел на своего тренера. Это всегда привлекали командировки, поездки. То есть всегда кто-то обращает внимание на группу ребят, которые идут с сумками. Вот. И это мне всегда вот нравилось. Ну, я в этом вырос. Мне... Я другого себе просто не мог представить. Без любви к этому делу, во-первых, ну, ничего не получится. Если делать это, ну, так, только приходить на работу для галочки, ну, ничего не получится. В мире спорта тренер-дзюдоиста – это не только профессионал, но и наставник, вдохновляющий своих подопечных на достижение великих высот. Ваграм Сефериан посвятил свою жизнь развитию дзюдо в нашей стране и помогает спортсменам достигать высоких результатов. Первое, что я им всегда говорю, если ты пришел на тренировку, сочковать тебе надо. Ты пришел на работу, делай свою работу хорошо. И тогда у тебя и в жизни будет все хорошо. Ставить перед собой надо не сразу какие-то громоздкие цели. Допустим, я поставил себе цель ставить олимпийским чемпионом. Ну, так просто не подойдешь к этому. То есть нужно идти к определенным целям. Вот я должен научиться сделать этот бросок. Не умеешь подтягиваться, я буду подтягиваться в конце года столько-то раз. То есть маленькие задачи решать и потом уже идти. То есть помимо, как справляешься с этими задачами, ставить все более высокие и высокие цели. Подход самый обычный, от простого к сложному. Как кустарный метод, да, научились что-то простое, а потом к нему лепим, лепим и лепим. Ну и рассказы и показы. Сначала объясняешь, а сейчас уже нам гугл в поддержку, скажем так, показал. Они посмотрели, дома изучили. Потом приходим на работу, уже поправляешь, делаешь. Дисциплина и ответственность перед собой, перед тренером. Благодаря таким требованиям воспитанники не только превосходят в технике дзюдо, но и развивают сильный характер, уверенность в себе и способность к командной работе. Заставить себя пойти на тренировку, когда на улице дождь, слякать, и тебе не хочется, а ты идешь на тренировку. Почему? Потому что надо, потому что нельзя подвести тренера. Потому что у меня где-то какие-то соревнования. Одна тренировка, это выпадаешь из нее, все. Тебе не надо болеть, ты должен себя контролировать постоянно во всем. Это, ну, закаляет человека. Насколько это тяжелый вид спорта для девочек? Ну, в принципе, не очень тяжелый. Если ты привыкнешь, типа, к нему, то нормально. Есть уже какие-то достижения? Да, первые места, вторые и третьи тоже есть. Арав, скажи, пожалуйста, почему ты приняла решение и прийти в этот спорт? Нравится. Я пришла в спорт, потому что я хотела добиться своих целей и стать чемпионкой мира по дзюдо. 23-25 ноября в Бресте пройдет республиканский турнир «Цитадель-2023». Только со специализированного зала дзюдо в турнире примет участие около 12 ребят. В качестве главного судьи будет наш герой Баграм Сефирян. Цитадель, то есть это наша крепость, наш дух сильный. И, в общем-то, мы будем бороться. В прошлом году мы его провели на хорошем уровне. И думаю, что и в этом году мы проведем. И пятый год готовится к этому турниру сейчас. Баграм Сефирян подготовил шесть мастеров спорта, более 30 победителей и призеров Республики Беларусь. Призеров Европы его воспитанники являются членами сборной команды Республики Беларусь. Благодаря таким тренерам дзюдо становится все более популярным и признанным видом спорта в нашей стране. Виктория Гапутина, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.